Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В Анапе будет новый храм. Причина трагедии – мотоцикл. Общими усилиями – живописный дворик. Новый православный храм будет построен в Анапе. Сегодня состоялось освещение и закладка камня в его основании. Начало строительства благословил епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Окреплением священной Афады сия непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая также приняла участие в церемонии. Будущие прихожане, а новый храм сможет вместить до тысячи человек, молились об успешном ходе благого дела. Ведь на земле нет творения, равного православному храму, говорят верующие. Сегодня большой праздник для нашего города. Это значимое событие для нашего города, курорта Анапа. Мы лично с внучкой приняли участие в закладке камня этого. Это очень благое дело, поэтому, наверное, все будут рады строительству нового храма. Свети, сколько вокруг домов растет. И, скорее всего, количество населения будет увеличиваться. А на большие праздники мы знаем, что в храме не протолкнуться. Православный мир чтит память князя Владимира. Поэтому возведение новой церкви приурочено к тысячелетию со дня представления святого равнопостального князя, который считается крестителем Руси. Два года назад детская школа искусств номер 4 станицы Анапска переехала в здание станичной администрации. Расположились на втором этаже. Но ветхая кровля дала себе знать. Любой дождь истекал по стенам и углам. Сегодня проблема решена. В этом году на средства, выделенные муниципалитетом, кровлю обновили. На ремонт было потрачено около 850 тысяч рублей. В 20-дневный срок быстро и качественно подрядчики работу выполнили. В начале учебного года ребята свою школу не узнают. Мы вошли в программу развития культуры Анапы. Под программу развития Анапы и ремонт для образовательных учреждений дополнительного образования детей. И наконец-то нам выделили деньги. Все стропилы деревянные обработаны специальным раствором, предотвращающим возгорание. Сама кровля очень красивая. Вы же видите, очень красивый эстетический вид. Раньше была кровля односкатная, а сейчас она четырехскатная. Сразу бросается в глаза красивый внешний вид здания. Помимо того, что это красиво, теперь мы будем совершенно спокойно проводить свои занятия и не бояться, что очередной дождик принесет нам какие-то неудобства или проблемы. Пик курортного сезона – время напряженной работы службы скорой медицинской помощи. Горожане уже заметили новый белый автомобиль, мчащийся на спасение очередной жизни. Интенсивность работы скорой помощи на курорте летом увеличивается в разы. Если людей привлекают по специальной программе из других городов, то количество автомобилей остается неизменным. Но техника не вечная и со временем требует обновления. Автопарк скорой медпомощи Анапы в начале лета пополнился новым автомобилем марки «Форд». 9 июня нам в Рио губернатора передал в качестве, так скажем, подарка новую машину, чтобы очень хорошо нам подспорье было в начале сезона. Новая машина с новым оборудованием. Современная машина оборудована полностью всей необходимой для нас аппаратурой, в том числе радиофицирована она, оснащена глонастом. То есть мы видим, где она находится, поэтому повышается оперативность передачи вызовов в этой бригаде, что также способствует более оперативному доезду до места вызова. Современную технику доверили самым ответственным. Машина хорошая, уже более по евростандарту, кондиционер. По ходовым качествам она, конечно, получше, чем наши «Газели». Вообще хорошая машина. Для врачей очень важно, что автомобиль оснащен всем необходимым. Нередко принимать серьезные для пациента решения приходится прямо в пути. На новом автомобиле работает хорошо. Самое главное, что он оснащен полностью. Есть вся аппаратура необходимая нам для работы. Ну и также она комфортная, большая, с кондиционером, что тоже немаловажно в нашей работе, потому что летом вызовов очень много. Новому автомобилю в Анапе придется хорошенько потрудиться. Ведь в сутки нужно успеть обслужить 25 вызовов и больше. Мотор всегда на готове вести врачей на спасение очередной жизни. Мотоцикл – едва ли не самый опасный вид транспорта. Несоблюдение водителями мототехники правил дорожного движения нередко приводит к трагедии. Сотрудники ГИБДД отмечают рост дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Причем ЧП на дорогах нередко происходит по вине водителей двухколесного транспорта. Так было и в ночном ДТП на автомобильной дороге Анапа-Суко. По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мазда». В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 21-летний пассажир с травмами был госпитализирован. Установлено, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения. Ведется расследование. С начала года на территории Анапы зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей мототехники. Четыре человека погибли, девять получили травмы различной степени тяжести. Как отмечают сотрудники ГИБДД, к трагедиям на дорогах нередко приводят заблуждение, что мотоцикл – транспорт безопасный, маневренный и не требующий серьезных навыков вождения. Заблуждение, которое дорого обходится всем участникам движения. Если дом – не крепость, а объект для творчества, значит пришло время покорить жюри. Мы знакомим вас с еще одним претендентом на победу в конкурсе «На лучшей дворе канапы». Пройти мимо этого дома невозможно. Двор – настоящее произведение искусства. Глава семьи Фищук Дмитрий Юрьевич – один из тех, про кого говорят, без дела не сидит. Он создал у своего дома райский сад. Ночью весь двор подсвечивается разноцветными огнями. Сами делали водопад. Потом стало места мало. Начали продвигаться ближе к дому. Построили фонтанчик. Фонтанчик из того, что было. Ну и начали садить уже деревья потихоньку. Ну и накрыли крышу. Ну вот так вот потихоньку все и получилось. Сын гордится отцом и старается во всем ему помогать. Вместе и водопад сделали, и мост обустроили. Свободное время проводит в своем дворе, играя с друзьями. Когда друзей сюда привожу, они – ау, как красиво у вас, кто делал. А я так говорю – папа. Людмила Базарная тоже не отстает, помогает зятю. В ее обязанности входит высадка цветов и уход за ними. Я за ним тянусь. Вот в другой раз устанешь, думаю – ага, нет, вот он делает, и мне нужно делать, чтобы было красиво. Все вместе. Один, мне кажется, такую красоту не сможет навести. А, как говорят, один поле не воин. А вместе мы можем горы свернуть. После того, как обязанности выполнены, вся семья собирается в райском саду. Строят планы, как благоустроить остальную часть дома. И вместе у них непременно все получится. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Четверг, 30 июля. В Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем – 27-30 градусов тепла. Ночью – до 28 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48300.